В очередной раз у дома, где последние годы жил Павел Федорович и где установлена мемориальная доска, вспоминали доброе и важное, что было создано при его жизни. То, что вот сегодня здесь в очередной раз собрались люди, это говорит о том, что этого человека помнят. И, наверное, есть за что помнить его. Я очень благодарен людям, что они пришли сегодня. Первый директор московского коксогазового завода, герой социалистического труда, человек с большой буквы. Его уважали за принципиальность и справедливость, за то, что он умел услышать, понять и считал своим долгом помочь. Тем, кто работал с ним, отдавался делу и производству. Почти 20 лет он отдал коксогазовому заводу. Именно благодаря ему он стал одним из передовых в отрасли. Благодаря Гаевскому в Видном появилась та часть города, которая именуется Старой и теперь стала достопримечательностью. А еще стадион Металлург и необычный по тем временам вид спорта мотобол, что также стало гордостью города. Многое из того, что сделал Павел Федорович, не только оставило след жизни города, но и продолжает жить до сих пор. Его именем названа улица города Видное. Как он мог организовывать работу? Он был везде, он присутствовал везде. От него ничего не уходило. И самое главное, он ценил людей. В конце мероприятия к мемориальной доске возложили цветы, как символ памяти о достойном человеке. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.